8 числа в населенном пункте Широкино подвелась обстрелу независимая группа, которая специально туда приехала, зафиксировать диаметр воронок, который там существует. В результате этого 6 человек получили в легкой степени ранения. В дальнейшем мы более подробно об этом расскажем. 8 мая мы находились в Широкино, такая достаточно горячая точка тех позиций, позиции, собственно говоря, украинских войск были где-то на расстоянии километра, километра 200, километра 300 метров. И мы выехали, мы изучали кратеры, кратеры разрывов снарядов, разрушения, разрушения домов. Мы делали фотографии, протоколировали, показывали, какие примерно мы могли оценить, какой примерно там калибр, откуда приходили все эти выстрелы, шли с западной части, со стороны украинских позиций. И когда мы стали это делать, в этот момент по нам начался обстрел, начали просто стрелять АГС автоматически с танковым гранатометом и стали уходить сразу в сторону вот этого участка. Сразу после нас, буквально на расстоянии 56 метров, наверное, через 10-20 секунд начались разрывы уже этих гранат. И после этого мы слышали целый ряд разрывов по тому пути, по которому мы шли. И когда мы пришли на ту точку, где другая часть нашей группы, сопровождающие лица, где нас ждали, мы просто увидели, что туда, в ходе вот этого обстрела, туда прилетело несколько гранат. Мне, как мои коллеги говорят, три гранаты. И шесть человек, к сожалению, не уранено. Один из них, это волонтеров, который занимается гуманитарной помощью, Сергей Паршиков. Достаточно тяжелое ранение. Он сейчас в Ростове находится. Насколько знаем, мы ампутировали стопу, что очень неприятно. У других ранения такой легкой и средней тяжести, что, конечно, крайне неприятно. Самое главное, что мы видели, что те выстрелы, которые шли, они шли непосредственно по нам, по пути нашего следования, начались сразу после того, как мы измеряли кратеры. И имело место, конечно, если говорить откровенно, просто попытку уничтожить нашу группу, нашу группу наблюдателей, когда украинская сторона обнаружила, что мы протоколируем явные нарушения. То, что вы, те выстрелы, которые идут в нарушение соглашения о прекращении огня, идут с украинской стороны, они просто пытались нас уничтожить. Субтитры создавал DimaTorzok